Субтитры создавал DimaTorzok Да, для христиан Ну и что, у вас такая книга? Ну, вот, считай, что написано? Коран Коран Так вот, в нашей книге написано, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес И может даровать прощение грехов И мы об этом говорим Он дает по благодати, чтобы люди могли жить для Бога А здесь в рулетке сквернословие, блудодеяние, матерщина Вся зараза, Саша, самая блудная сюда собралась Мы на нас читаем Понятно Вы хотите больше узнать? Зайдите в Скайпе Зарядите мое имя, фамилию и получите Как тебе зовут? Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин? Лапкин Ютуб, да? Да, Ютуб Нет, это Скайп В Скайпе зайдешь, Игнатий Лапкин А в Ютубе, во свете Библии, Игнатий Лапкин Во свете Библии, Игнатий Лапкин Вы где живете-то? Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин, во свете Библии, канал Да, вот это, да? Ну-ка, покажи Покажи Да, 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 это ну я похожий? Да У меня на Ютубе здесь 17,5 тысяч роликов Вот это я тебе подписываю Да, да Подписываю Да И вот теперь, если зайдете, там 43 тысячи подписчиков И просмотром 43 миллиона Ну, да, да, да Мы строим православную деревню Где нельзя пить, курить, материться, воровать Вы где живете? Москва Москва? А, а у нас Алтайский край, Барнаул Алтайский край? Да, Барнаул А, понял Вот, 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 отца Видишь как? Там много, что найдете К нам мусульмане приезжают, крещение принимают У нас хорошие отношения с ними Меня садили за слово Божие когда-то Так, ребята, я отхожу от вас Меня вызывают уже С Богом, вы Игнатий Лапкин в скайпе найдете С Богом Слава Иисусу Христу Да, наконец-то освежил мой мозг Я уж думал, опять Украина Ну нет, мы сюда зашли Господа Иисуса Христа проповедовать О том, что он умер за наши грехи Так он умер за нахер, шик Грехи А почему Кирилл так шикует и радуется жизни? Ну вот он и радуется Он-то за себя даст ответ Это он нарушает собственные же церковные постановления А как вы считаете, он много чего нарушит? Я не считаю, я знаю Много-много Но он даст ответ перед Богом сам А мы за себя дадим ответ Не, это понятно, что каждый человек даст перед Богом У кого больше ответственность, тот еще и будет больше даст ответа Будет написано с начальствующих, будет большой спрос Так если он знает вот это все, зачем он так поступает? Ну не знаю, у него спросите Я это не знаю, почему он так поступает Мы сами, мы молимся о нем, чтобы Господь дал ему правильное управление Чтобы он разумил, если он где-то не прав Так он везде не прав Мы не знаем Мы что-то видим, что-то клевета на него Что-то правда Мы не знаем Надо быть вместе, надо находиться Мы не судим, поэтому Мы видим, когда неправда, договорим, молимся Мы молимся о президенте О президентах всех О Владимире Путине, Зеленском Эрдогане, Дональде, Трампе Потому что у нас заповедь такая По этой книге заповедь молиться за начальствующих И поэтому молимся за них Чтобы Господь от покушений их спас Чтобы они правильные законы производили Бога поверили, покаялись Они не будут никогда так каяться Ну не будет, а мы заповедь исполняем Ну не будут, не будут Нам-то что, нам Бог сказал, мы исполняем Вот в этой книге все это написано Что нам надо делать, чтобы получить жизнь вечную Но самое главное, это надо покаять в своих грехах Принять жертву Христа за себя Потому что Господь в раю изрек, что Всякий, кто сделает грех Смертью умрет То есть мы, если хоть раз в жизни согрешили Мы уже будем в аду И нужен был И ты никак не мог Человечество не могло никак Выплатить этот долг Потому что каждый согрешал постоянно И вот сошел То есть Господь воплотился от Девы Марии Взял наш грех на себя И умер за нас на кресте И мы вот веруя в эту жертву Как христиане Мы вот идем по этой жизни И людям сообщаем, что Господь всех призывает теперь к покаянию К вечной жизни И вот сюда мы и зашли с этой целью Но здесь много таких неадекватных людей Да, здесь Содом и Гамора Да, но до кого-нибудь вы достучались Да За сегодня Ну сегодня хорошие какие-то дети попались Сегодня так это плохо Но вообще да, есть На 100 человек Один человек все-таки попадается Который услышит слово Мы приглашаем их на свои ресурсы У нас большие ресурсы В ютубе Канал большой 34 миллиона просмотров Это моя верь Даже не сомневаюсь Поверьте мне Там Ну наверное самый богатый Я даже не знаю В мире наверное нет такого 17 тысяч роликов 17 тысяч Все как верующие живут Строят православную деревню Миссионерские поездки по всему миру Изучают Библию Молятся Все вместе Все там просто Все в этом канале Песни поют Как сказал Кирилл Тридцать И в день строится Ну мы это не поддерживаем Это не нужно абсолютно Да Вера должна быть у тебя в башке Не наиву Чтобы люди ходили На работу же ты тоже в башке не ходишь Не питаешься Нет она должна быть Делать не в просто Вера она не в храмах То есть это не храм Это вспомогательное Да Нужно вспомогательное Но самое главное Это уверовать в Иисуса Христа В его искупительную жертву И больше не грешить И жить вот ради этой жертвы Ради Христа В его воинстве находясь Это значит не пить Не курить Не обманывать больше никогда Не материться Не воровать Не блудить С прелюбодействием То есть иметь законную жену Если есть жена Да сейчас мат Это уже не мат Это уже обычное общение человека Ну это перед людьми А перед Богом Это два нету Там ему написано Место злоречивым В этом В Огненном В Озере Огненном Да мне кажется Кто станет перед Богом И слово не сможет сказать Да Потому что написано Представляете За каждое праздное слово Которое скажет люди Дадут они ответ в последний день А праздное слово Это значит пустое То есть ты пустое слово Я допустим где-то сказал У Бога уже все записалось Все На страшном фиге Будет ответ Поэтому Так сейчас люди перестают верить в Бога Все больше и больше перестают Да и это все написано Самое главное Это все написано Что так и будет А дойдет до того Что будет полное практически безверие И восядет антихрист Будет главный во всем мире Три с половиной года Вот все в Библии написано Как это все произойдет И все уже сбывается Что нельзя будет Те кто не примет печать антихриста Нельзя будет им Не продавать Не покупать Две тысячи лет назад Когда писалось пророчество Люди не понимали Почему Как это можно запретить Человеку продавать И покупать А сейчас понятно Когда деньги электронные Можно просто перекрыть Человеку счет Допустим уже не будут Таких денег В будущем И все Человек не сможет Не продать Не покупать И будет умирать С голоду Это все написано В Библии Да, в тайгу тоже Бестолку идти Что? Да я говорю Если деньги перекроют ему Он в тайгу Бестолку идти Там все китайцы вырубили Да Вот А у вас Вы сами то верующий Да я верующий Я не старый вверх Я современный вверх Ну православный Да Ну я тоже православный Тоже не старый вверх Но креститься я не смогу Так как у меня каждый год Теряются крестики Их носить не могу Раз в год хожу в церковь Все А и посты я не соблюдаю Ну нет Тогда вам надо соблюдать Потому что верующий Написан Канон есть Который 69 апостольское правило Говорит Кто посты не соблюдает На два года отлучения от церкви То есть это большой Это грех Который надо Убрать Что это всего лишь Плоть всего лишь Своё чрево Это надо Стиснуть и всё Ничего страшного Это для жизни Это нету Вопрос Нету Вопрос чрево Вопрос чрево всего лишь Да у меня вера Вот здесь А она если не Покажи мне Делу твою Веру твою От дел моих А я тебе покажу Делу из дел моих То есть Вера без дел мертва Она должна сразу проявляться Каждое воскресенье В храме должно быть Это просто правило Господь заповедь такую дал Шесть дней работы Седьмой Господу Богу твоему То есть Мы то в чем Прознается вера То что Господь нам что поручил Мы то выполняем Его заповеди А но в этом А так мы сами себе На придумаем Написано то И бесы веруют И трепещут То есть и бесы веруют А те атеисты Которые не веруют Они тоже Заходить В армии То не получается В воскресенье Ходить в церковь Это уже грех Много всего Грех В армии Как поставишь в армии Как поставишь Так и будет У меня товарищ в армии Служил Я тоже 5 лет служил почти А у меня товарищ служил Он даже Он бород даже не трогал Его ничего не мы не смогли сделать Как он себя поставил Так и есть А где он служил? Я даже не знаю А где ты служил? Я служил Президентский полк Потом Военной полиции служил В Сирии был Ну вот Там Всяко разно У вас есть часовня Куда ты можешь В воскресенье А там где я служил Даже часовни Слова нет Ну На молитву Надо в этот день Вставать тогда Заменять то можно Все равно Да После шести дней Нагруженной работы И тренировок Думаю Седьмой день Богу Просто отдохнуть Охота Богу Ну отдохнуть Писание почитать Все правильно И даже не читать Ничего Просто смотреть В потолок И закрыть глаза Такая служба Такая служба Зачем ты Для Бога Ты не можешь Мы для Бога Живем А не для их Чтобы они там Гоняли Для Бога Поэтому Мы сейчас Все живем Для того Путина Запомни Да Мы должны Все по-другому Он все переворачивает В жизни Все становится По-другому Я знаю Это на своей шкуре Поверь мне Ну слава Сказать не буду Слава Богу Заходите на наш канал Вы там Вы оттуда не выйдете Если увидите там Какие там Вот я написал В ютубе Там Ну вообще Это Такого нет Канала Но представляете 17 тысяч роликов Это вообще Такого Зайдет Обязательно Мы зайдем Во свете Библии А если у вас Какие-то вопросы Будут Любые По спасению Души То вы можете В скайпе Набрать Игнатий Лапкин Это 81 летний Один старец Он православный Исповедник Пять тюрем В советское время Отсидел за слово божие То есть его за веру Сажали И он сейчас жив И он на все вопросы Каждому открытый Всем дает ответы По слову божьему Как господь Изрек И вы Ну Это Найдем Мы Игнатий Лапкин Запишите Пожалуйста Вы потому что Потеряете это А может быть Вам эта жизнь Просет У меня хорошая память Во свете Библии Игнатий Лапкин В скайпе Хорошо Спасибо Мы покажем Если в доме Такая книга Господь любит вас Да И он посылает нас В это место Будьте благословены Да Спаси Христос Будьте благословены И вас И Господь всегда Пришел на землю Все в грех Которые губят Души наши Ведь человек Это творение Божие Венец творения Как говорят Это не то же Что собака Которая помрет У нас души Которые в вечность Пойдут Для вечной жизни Сотворенные И мы не должны Участвовать В этом всем Что оскверняет Наши души Что в погибель Нас вводит Иисус Христос Пришел на землю Чтобы искупить Всех грешников И тот Кто принимает Его жертвы И начинает По заповедям Христовым жить Жизнь вечную Наследует Вечная жизнь А здесь Даже находиться Нельзя Отсюда бежать Надо Это все Расливает Ваш убийство Развращает Особенно Плохо Влияют На людей Вашего возраста Компьютерные Игры Порнография Развращенная Вот это все Все это Разврат Расливает Вашу душу Нужно В этом Участвовать Вы верите В Бога? Да А есть у вас Дома Такая книга? Нет Нет Библии Нет у вас? Нет Ну вы могли бы Где-то ее приобрести Либо просто В интернете Сейчас можно Скачать И прочитать Евангелие Слово Иисуса Христа Содержится На этой книге А Господь Сказал Я пришел Не судьбить вас Но слово Которое я говорю Оно будет Судить вас Последний день Это слово Содержится В святом Евангелии Это единственное Самое важное К чему нужно Стремиться В жизни Вы будете Думать Куда бы вам поступить Как бы вам Больше там Заработать Какую работу Найти в будущее Но это все Временное И тленное Это все Войдет в песок И останется Душа ваша Ваша душа Вечная Которая Святого Он предстанет В конце И Господь Спросит Как вы Приняли ли вы Христа И Господь Стоит Последованный Назон Это самое важное Чтобы вам Сейчас Моле Божьей Стараться Где-то Учиться Все Чем вы Занимаетесь Вы должны Делать И по максимуму Качественно Вы должны Господа славить По всем Скажем Своим Герой Просчитать Святой Есть Ангелие Чтобы вы Не узнаете Волю Божьей Как нам Жить Почему Господь Когда вы Его примете Он будет Путинодителем Вашим Он будет Вас Направлять По жизни Будет Обсловлять Вас И С Господом Все Получается Все Удается Потому что Человек Не на себя Надеется Мы-то Временные Мы Не на себя А Господь Он может Все Вам главное Не грешить Найдите Евангелие Или Целикон Библии В интернете Скачайте Либо Можете В Церковь Там Взять И Прочтите Пожалуйста Это Необходимо А вот В этом Разврате Не участвуйте Я вас Прошу Вы Знаете Ютуб Есть Такой Сайт Ну Да В Ютубе Есть Канал Называется Он Во свете Библии Во свете Библии Можете Прямо Сейчас Набрать Захожу Там Вы можете Очень Много Интересного Увидеть Там Показывают Как живут Православные Христиане Община Православная Христианская Какие Там Все Женщины Одетые Там Прилично Благопрестойно Мужчины Как там Все Община Строится Деревня Православная Строится На православной Боже Частие Это Обычие Там Есть Также Детский Лагерь То есть Это Ребята Приезжают На лето В деревню И там Купаются Там Занимаются Играют Всякие Игры Слово Божие Изучают Поют Там Звезды Где-то Рассматривают Переспонд Бошей Если Можете Это Все Увидеть На канале Там Очень Много Видео Но Это Очень Богатый Иисус А это Ваш Канал Что Ли Это Не Мой Личный Канал Это Канал Моего Духовного Наставника Человека Через Которого Я обратился К Господу Он Мне Неуделя Святой Подавим Так Скажем Наставник Наставник Отвести Ну там Трудятся Различные Видни Обещали На У вас есть Вопросы? Нет Хорошо Если у вас Возникнут вопросы, вы можете выйти на скайп, вот человек этот Игнатий Тихонович, вы там его увидите на канале, уже такой в возрасте человек, седая борода, вы его увидите там, и он может на ваши личные вопросы какие-то ответить, прям по скайпу он принимает людей, может ему позвонить. Ну у меня нету скайпа, у меня только дискорд. Ну, можно сейчас скачать все, что угодно. Ну да. Ну, самое главное, вот я вам уже дал ютуб, там вы очень много интересного увидите. Полистайте видео, несколько посмотрите, вы обязательно найдете интересного вещей. Ну хорошо. А если отсюда, лучше уходите и больше никогда не заберите. Не, просто сюда зашел, потому что здесь смешно. Смешно. Ну да. Господь говорит горе смеющимся ныне. Потому что люди сейчас смеются над тем, что грешно. Что грешно, а то смешно. Понимаете? Ну да. Это все смех пройдет, а душа черная останет себе. И я наук ожидает, что грешно. Ад, конечно. Это не смешно. Когда человек Богу придется, когда он увидит это. Это все временно, конечно. Нужно от этого отстать и Богу прописать. Вы тогда могут молиться? Конечно же. А как вы молились? Ну вот так вот. Нет, ну это креститься, да. Хавославный крест. Это одно. А молиться, это значит обращаться к Богу с речью. То есть своими словами. Это самая лучшая молитва от сердца, когда Господь. Вот вы можете прямо сейчас обратиться к Богу. Потому что вы же знаете, что Бог у нас сидит, слышит и всегда напередает. Это вид, когда мы на грешке, с какой-то облеченцем. А вот этот грех, и все-таки. Вы прямо сейчас можете обратиться к Господи. Господи, что-то. Господи. Покажи мне путь, по которому мне идти. Покажи мне путь, чтобы не упасть и не погубить его. Принято в жизни, наверное, что-то. Сложность, что-то. Вы можете брать час обратиться. Слышите, да? Да. Хотели бы, чтобы вы обратиться? Ну, на данный момент нет. Нет, потому что моменты-то, они не свойства заканчиваться. Очень давно. А в следующем моменте, вы видите, типа, битву убирают. И баловываются. Подумаете, о чем я? Ну, да. Нельзя с этим делать. Просто это делать, можно сказать. Самое главное, я прошу вас в Евангелии. Да. Я не знаю, что-то исключательный, но где-то. Посмотрите канал, который я вам сказал. У нас летит или у тебя открыли, да, его? Да. Там видите много видео. Очень интересного вопроса. Нет. Тогда благослови вас, Господь. Я вам доброго. Хорошо, до свидания. Ну, расскажи что-нибудь. А вот мы и рассказываем уже. Что мы рассказываем? Расскажи что-нибудь интересное, конечно. Только не ругайтесь. Нет, всю Библию прочитал, дедушка. Это место самое гнусное, самое блудливое во всем интернете. И мы сюда пришли, чтобы сказать... А что ж ты здесь делаешь? О любви Божьей рассказать, чтобы люди знали, что за них умер Христос и воскрес. Дедушка, вы пошли дать их. Не-не-не-не. Христос за нас, за всех умер, за тебя и за меня, дедушка. Да. Да. Вот если самое глубливое место здесь, зачем же сделаешь тогда себя? Кто самый и больше богохульники и ферисеи на этой земле? Это попы и дедушка. Правильно говорю? Неправильно говоришь. Неправильно говоришь. А как вы говорите? Скажите, как вы говорите? Ну как? Как определитель нам не дан. Мы знаем, безбожьих не имеет тормозов, не имеет узды. Не имеет узды. Хорошо. Можно вопрос тогда? Послушайте внимательно. Давайте. Вот вы сейчас показывали мне книжечку, говорили, что вот там Слово Божие. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, почему, когда я живу на Кавказе, почему, когда я прихожу в мечеть, да, и вот когда детей обрезают, принимают люди веру, за это деньги не платят. А когда православные приходят в церковь, чтобы детей крестить, за это деньги платят, объясните почему? Я вам объясняю. Я вам объясняю. У нас, вот церковь, у нас не платят, у нас ни за что деньги не платят. Православные люди с тарелкой не ходят. У нас вообще этого нету. Ну, у кого у вас? Ну, я сколько раз по жизни видел, а так делают. Ну, может, где вы были. Я вас не отрицаю. Я говорю, что вот у нас община зарегистрирована православная. У нас нету нигде денег. Нету нигде денег. Так что тут... Ну, как, говорит, вот покрестить парня, например, вот тысячу рублей мне давайте, говорит. Ну, правильно. В любую церковь. Вы сейчас в России зайдите в любую церковь, где скажут, тысячу рублей давай покрестим, как там? Это неправильно. Это неправильно. Неправильно, конечно. Да. Тут и разговаривать не о чем даже. А кто они тогда после этого вообще? Да нам не надо судить, надо знать о себе. Господь говорит, бревно в своем глазе не чувствуешь, а сущок в другом глазе ищешь. Так а если это вот наяву вам говорят? Да ты не плати, не плати. Найди такого священника, который тебя покрестит без денег. И так можно найти везде. Надо работать. Да не вопрос, мне не жалко денег и никого-то там искать. Дело не в этом, дело про справедливость. Вы правильно рассуждаете, правильно. Ну, идите дальше. А что вы сделали для того, чтобы этого не было? Чтобы этого не было? Да. А ничего ты не сделаешь здесь, потому что ничего не сделаешь в нашей России. Перестань. Хорошо, а что вы сделали? Вот у нас в стране погибло полностью 21 тысяча поселений, сел. Мы взяли землю, зарегистрировались, построили храм. Мы сделали это. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. И у нас вообще денег нету. Все бесплатно делается. Включена десятина, которая все покрывает. Вы знаете что? Обожите. А на самом деле пьют и курят и воруют. Так, вы маленько... Вас не видно, вылезите оттуда. Я не видно, Михаил. Поближе, я вам скажу. Поближе, я вам скажу. Ты чужой? Сядьте, чтобы я мог разговаривать с вами. Вот так вот. Вот если вы зайдете... Слушайте внимательно. Если вы зайдете в скайп Игнатий Лапкин, это я из Барнаула, Алтайский край. Вы увидите наши ресурсы и как мы живем. И вы скажете, что больше этого, может, нигде не делают. У нас этого нету совсем. Мы для Бога работаем. Я вот 18 лет в пяти университетах вел занятия. 45 лет начальник детского лагеря. И нигде ни копейки за это не получаю. Нигде. Тысячи детей подняли. Что сделали? Мы работаем. А если я ислам принял, что мне делать? Ну ничего. Все равно на суде будем отвечать по этой книге. Ислам, не ислам. Богу то разницы нету до этого дела. А, да? Конечно. Он говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. А он изрек слова в Библии. И он сказал в Библии, все, кто придут после меня, суть антихристы. Если, говорит, ангел даже будет говорить не то, что мы проповедовали, до анафемы, то есть проклятие будет. То есть все, что идет после Библии, то не может приниматься. Ну, Библия, это то же самое, что этот, как их там, блин, Карам, Харам, как они там называют. Нет, нет, нет. Ну, смотрите, вот допустим. А там шутер на этаже, не укради, не убей, не убей. Ну, это, это понятно. Такое, это и у коммунистов одно и то же, атеистов, все то же самое. Ну, может быть. Но самое главное, да, смотрите, там Авраам, да, допустим. А в Коране Ибрагим тот же. Допустим, Мария, то есть Дева Мария, а в Коране Мария. Но там в Коране на 600, то есть она типа сестра Сары, то есть на 600 лет позже, то есть ошибки сплошные. Ой, на 600 лет раньше, как будто она была, чем она есть. Потом, смотрите, Иисус Христос в жизни никогда не брал в руки меча. А Мухаммед 72 биты провел, 72. И только две оборонительные, а 70, караваны грабил. И людям, ну то есть он честно делил добычу, честно всем разделял, это молодец. Ну вот, есть большая разница. Поэтому все какие теракты, что не есть, кто мусульмане? Ну это не мусульмане? Ну они так говорят, но по Корану, если смотреть в чистом виде, они должны везде шариат свой установить. И неверных резать, по Корану, если в чистом виде судить. Вот в чистом берешь Коран и по нему живешь. А Христос говорит, убите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и ненавидящих вас. Ударив тебя по правой щеке, подставив ему другую. Зачем? Ну есть же разница, да, между двумя учениями-то конкретная? Ну, может быть, я просто не вдавался. Ну вот, вот я и говорю. У них четыре жены разрешено. А у нас, если даже у тебя есть жена, и ты посмотрел на другую женщину с вожделением, написано, уже прелюбодействовал, уже блудник, все, в царство и божие не попадешь. То есть это, у них это разврат, четыре жены. У нас подумал только уже, то есть разница какая, планка. Вот, ну вот, все подумали уже. Вот так вот. Чего, никто не попадет в царство божие, что они не получили. А нет, а те, кто принят, те, кто принимает жертву Иисуса Христа, уверуют, Господь очищает. И у тебя даже таких мыслей не возникает. Вот в чем дело-то. То есть, кто примет жертву Иисуса Христа, принимает крещение, Святой Дух в того входит, и уже у него святые помыслы. Уже нет этих помыслов. Поэтому, брат, это высший гораздо, самое высшее, которое Господь нам дал. Он говорит, будьте святы, как и я свят. Он нас всех призывает к святости. И мы сюда зашли, людям рассказать, вот, за тем, что они тут занимаются. Видели, да, что тут делают? Ужас какой-то. Ну, вот в этой, в чат рулетке, да. Что они пойдут в гиену огненную с дьяволом и ангелами его. Если они не покаятся и не примут Иисуса Христа, и не начнут вот эту книгу читать, Святую Библию. Я сам православный христианин, меня Господь из грехов вытащил. Я знаю, что такое силу Бога, Христа. Он вытаскивает из любого греха, и ты больше даже не вспоминаешь, как будто было не с тобой. Я вот себя прошлое вспоминаю, как будто это не я был. Совершенно не я. Бог все очистил. Да, да. Две девочки, ведь мы с тобой. Вот так вот. Заходите на наши ресурсы, у вас с вами хорошая беседа, вы не материтесь. Удивительно, что обычно сразу маты, крики и прочее. Хорошее лицо, не материтесь, борода есть. Заходите. Просто лень бриться. Семя, они надо бриться, Бог так не устанавливал. Он положил, Бог положил различия между женщиной и мужчиной. Различия. Одно из различий, это мужчине борода, а женщине не дана борода. То есть она хоть хочет, она никак ей надо гормоны пить, чтобы она выросла. А мы, получается, себя бреем, мы себя бреем, чтобы на женщину быть похожим, получается. А женщины, если вы не будете бриться, они будут против вас восставать, потому что они теряют свою власть. Они так вас равными с собой чувствуют. А когда вы будете с бородой, у вас власть над ней. Вы различаетесь. То есть вы мужчина, вы глава, а она подчиненная сторона. Она должна вас слушаться. Борода на это указывает. И все, мать, жена, все начнут против вас восставать. А вы не подкаблучник, вы как стена должны стоять. И все, все в итоге преклонятся, никуда не денутся. Меня на работе уволить хотели, через суд мне пришлось. И все. Ну, я уже хотел через суд. В итоге все, отошло. Все, работаю спокойно. Тоже все начали сразу восставать. Я им в заповедь Божию говорю, Господь сказал. Против Бога никто не может поспорить. Высшая заповедь Божия. Она выше всех уставов человеческих. И нравится, не нравится. Это вообще Богу дела нет до этого. Он сказал, не порти край бороды своей заповедь. Левит 1927. Поэтому, друг, все правильно, то, что ты не брей бороду, и не брей ее, она ничего тебе не даст вообще. Бритье это блудодеянная ересь. Только женщинам угождать. Зачем это надо? Заходите на наш канал. У нас большой канал в Ютубе есть. Во свете Библии называется. 34 миллиона просмотров. Вы себя там увидите. Ну да, вы хороший вот человек, потому что видно, что пример можно подать, что не матерились, ничего. Заходите. Во свете Библии называется. Во свете Библии. Зайдите, наберите. В Ютубе. Как во свете? Во свете Библии. 42 тысячи подписчиков. Там такой дедушка нарисован с бородой, с книгами красными. Да, да, нашел, нашел. Да. И 43 миллиона общего. Вот весь канал, 43 миллион просмотров. Я понял. Заходите. Вы там для души своей найдете все самое важное, чтобы спасти ее душу. Чтобы она не упала в грехах, не купалась, в блуде, в матершине, в курении. Все, в душу вытащите, в свято жить. И своих близких, они все за вами подтянутся. Друзей и близких, они все подтянутся за вами. А те, друзья, кто не подтянутся, отпадут. Потому что они не нужны для души вашей, для спасения. Они выбрали погибель. Давайте, всего вам доброго. До свидания. Благослови вас Бог. Я вижу, лежите так. Я-то сижу. А, телевизор смотрю. Мы пришли в это место разбрата людям рассказать о Христе, что Христос умер за людей и зовет всех к покаянию. Он воскрес для нашего оправдания. Дед, да я знаю все эти дела. Знаете, только не ругайтесь. Знаете, только не ругайтесь. Я? Я не ругаюсь. Библия, да? Да, Библия. Кто-то, правда, не читал ни разу. Ну, а раз даже не читали, то и не знаете. А не зная нарушаете, а нарушая погибаете. Да знаю, Дед, знаю. А если знаете, то скажите, когда пост будет сейчас у православных? С какого дня? Пост? Да, пост. Да, пост. Я даже, если честно говоря, не постюсь. У меня матушка будет. И в храм не ходите? И в храм не ходите? Нет, хожу. Нет, нет, бывает дело, захожу. Ну, вы ходите в храм, иконы видели? Вы ходите в храм, иконы видели? Конечно. А вы там бритых мужчин видели на иконах? Мужчин видели на иконах? Бритых? Ну да, бритых. В планету? Подкаблучников. Не видели. Поэтому, если вы верующий, бритву выбросьте сегодня же. На иконах? Если вы верующий, православный, выбросьте бритву. Не скоблите себя. В доме одной мамы хватит. Зачем две? В доме мамы хватит. Зачем две? Да нет, Дед, я просто на работу хожу. Бритву надо. Надо. Я в армии был я в 61-м году еще. Сбраду и на работу, елки, блин. Ничего не будет. Вы с маленького начните двигаться. Соблюдайте пост. Соблюдайте пост. Не брейтесь. Не брейтесь. Считайте Библию. И Господь увеет ваше старание и откроется вам. Увеет ваше старание и откроется вам. Да я с тобой согласен, Дед. Надо, надо. А в Библии написано, немного полежишь, немного поспишь и придет нужда, как вооруженный воин. Как вооруженный воин. Я тебя понял, Дед. Ты, короче, просто весь в религии. Я так понял. Вы, если хотите больше узнать, запомните, я Алтайский край, Барнаул, Игнатий Лапкин. Два слова. Игнатий Лапкин. И в скайпе вы на меня сразу выйдете. Вы на меня сразу выйдете. Я вам сразу наши ресурсы скину огромные. Я вам сразу наши ресурсы скину. Все, а вы понимаете. С Алтая, ажных вы? Да. Игнатий Лапкин. Зайдите только на наш Ютуб. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это такое у вас это или такое Игнатий? Вообще редкое. Скажем, такое старое-старое. Вам сколько лет? Вам сколько лет? Вам сколько лет? Мне 41. А мне 81. Молодой, наверное. А мне 81. Вы мне во внуки годитесь. Вот видите, недалеко ушли. Мне 41, вам 81. Да. Моя жизнь-то не сравнишь, с какой люди жизнью живут-то. Я за Слово Божие прошел пять тюрем и лагерь. За Слово Божие прошел пять тюрем и лагерь. За что сидели-то? Это было в 86-м году. За Слово Божие. Я насчитал 50 книг религиозных. И среди них насчитал еще и архипелагу Лаг Солженицына. И брал интервью репрессированных. У меня стихи выходят. И против Ленина написал. И меня... А теперь я реабилитирован, как политзаключен. Получается, политически, что ли? Да. Статья 190 прем. УК РСФСР. А, еще РСФССР. В 86-й год-то еще до крушения этого монстра лжи. Империя зла еще была жива. Империя зла еще была жива. Не знаю, я... Не сказать, что... С хорошими пожеланиями СССР. Так, ладно. Вас как звать-то? Меня Андрей зовут. А Андрей переводится храбрый. Так что не бойся. Андрей первоглавный. Да. Во славу Божию тогда. Если хотите, запомните, Игнатий Лапкин. Вы меня найдете сразу. Пока расстаемся, давайте. Пока расстаемся, давайте. С Богом. Господи, благослови. Слава Иисусу Христу. Где, блядь? Иисус Христов. Тихо, тихо, тихо. О, блядь, спала Богу. Не материться. Попросите, чтобы не матерились, пожалуйста. Слава Иисусу. Не материтесь, тут Бог. А то я вам записываю. 47-я минута мат. И надо будет мне вырезать. У меня канал большой. 43 миллиона просмотров. О, мощно, мощно, мощно. Че, как дела? Дела у верующих хорошо. Мы Бога благодарим за все. У вас такая новая помощь есть? Спасибо Богу за... А верующим, верующим письку дрочить можно? Нельзя. Это называется рукоблудие. За это гена огненная с дьяволом и ангелами его. Это блуд. Рукоблудие. Это развращается человек от этого. Верующий никогда не... Не должен, смотрите. Верующий не должен не рукоблудить, смотреть порнографию. Не должен. Не чревоугодить. Не играть в компьютерные игры. Так мы не подходим. А так можно. Ебать! Так дело не пойдет. Зачем издеваться? Это же святой черт. Иисус Акбар. Я еще раз говорю. Мы проповедуем Слово Божие. Смотри внимательно. Да. Это Библия, да. Да. А это что? Коран. Ну-ка, считай. Я не умею на арабском считать. Ну вот, а на этой стороне баран. Я крещеный. Так. Я крещеный. Крещеный. Поэтому знай. Иисус умер за наши грехи. И воскрес. И ждет с покаянием. Чтоб жили по-божески. Иначе в аду придется гореть в огне. А с Богом в раю будешь. Знаю, знаю, батюшка, блин. Но я это самое, как его. Откуда ты сам нарисовался? Я не нарисовался. Я тут и живу. Город Барнолу, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Я не понял, да я и... Я имею в виду на видеорулетке. На рулетке откуда? Откуда? Я 4 месяца уже, наверное, здесь нахожусь. Мы людям говорим о Христе, о Боге. А, все. Это Содом и Гоморра. Это мне? Мы пришли с благой... Мне интересно вас послушать. Интересно на самом деле послушать. Вот если вы желаете больше узнать, запомните, меня зовут Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вы по скайпу меня сразу найдете. У нас очень большие ресурсы. Ютуб, сайт, форум, мейл.ру. У меня все есть здесь. Игнатий Лапкин, да? Да. По скайпу. Вы меня сразу найдете. Все понятно. Я один с этой фамилией. Один. На весь интернет. Все понял. Все понял. Мы обязательно с вами свяжемся. Да, свяжемся. И тогда я вам скину наши богатые материалы. Очень богатые. Хорошо, Сама. Спасибо, спасибо. Так, вопросы у вас есть? Очень приятно. Очень приятно на самом деле. Вопросы какие-то есть духовные? О душе, о спасении, о вечности? Ну, не знаю. Это надо думать. Ну, так подумай. Надо думать, как сделать жизнь лучше. Лучше ты сегодня, сегодня, шадя бороду не брей. Первый шаг сделай. Не брить? Конечно. Бог мужчину так сотворил. А зачем под женщину подыгрывать? Под каблучники? Не, мы вообще не под каблучники. Просто говорят, что, говорит, как-то не это самое, не гигиенично, говорит. Наоборот, гигиенично. Она у меня тело не касается. А это что? Стряхнул, пыли нет. А вам надо скоблиться. Она вот с Игорем. А у меня закрывает. У нас тут мороз. У меня мороз не берет. И всем видно, что жена видит, что это скала. Мужчина с бородой, это руководитель. Это лидер. А без бороды-то какой он там согнулся, его черви заели при жизни? Все понятно, все понятно. Не будем бриться больше. Вот, вот, вот. Вот, вот. Пускай у него щетина, чтобы не трогал бороду совсем. Так, все понял, все. Так, до свидания, наверное. До свидания. До свидания. У меня маленькая новинка получилась разговаривать, которая атеист безбожный. Помог мне сегодня в этом деле отсутствующий Сергей Павлович Пупков. Я вот говорю с человеком, когда я говорю, скажи, вот слово лицо, лицо к кому относится? Если мы сродни с тем животным, мы можем сказать, что у слона лицо? Нет. У быка, у коровы лицо только у человека. Почему? И теперь, щело, мы не скажем, что там где-то у кита, у барана, только у человека, щеловек. То есть, человек, щело лбом, разумом, он должен направляться в вечность. Щеловек. А вот у животного морда, морда. И поэтому надевают намордник. Так и называется намордник. Так продается. Не на лицевик какой-то, а намордник. То есть, это еще одно из доказательств, что человек уникум, и он хозяин, лидер, владетель всего, что сотворил Бог. У него лицо и щело. Мы начинаем исследовать, и они еще не могут ответить. А то у меня сегодня я первый раз применил это с ними. Да. Ну, а как сегодня-то было вообще? Попадались хорошие собеседники? Хорошие попадались, но маловато, потому что все идет, чернота какая-то, мелькает, ничего нету. У меня прошло минут, наверное, двадцать, ни одного человека нету. Глянут. Он у меня видит только. Я перекрещусь. Он сразу кувырк, его как нету. Только перекрещусь вот так. Говорю, слава Иисусу Христу, он кувырк, его нету. А некоторые остались. И начал там говорить, там, я тогда ему, да сразу беру его так вот, подставляю, каран-то показать. Надо каран каждому достать, чтобы показать-то. Он, а я крещеный. Я говорю, тем более спросится с тебя. Хорошо время прошло, но маловато. Я не успеваю никак. Ну, потом я пришлю. Если у меня не будет хватать, я с утреннего могу взять. Потому что... Да нет, нет, хватает. Наоборот, меньше надо, чтобы для ролика там много. Ну, я не знаю, если хватит, да хватит. Качество нужно, качество. Минут двадцать пять, например, у меня будет, наберется. Достаточно. У меня тоже, тоже самое. Ну, двадцать минут, двадцать пять минут, ничего не было. Мелькает, мелькает, просто один мусор. Все, больше ничего нет. А потом пошло и какие-то дети маленькие. И у них Библия дома есть. И сразу нормальный разговор. На ресурсы зашли, писались. Потом следующий, еще какой-то парень, что-то там кривлялся. Я ему божественную истину стал говорить. Он глаза так выпучил, слушал, слушал. Минут пять слушал и поблагодарил. Все, разошлись. Следующий тоже слушал, слушал, поблагодарили, разошлись. Надо еще найти нам, чтобы до шестнадцати довести. Если мы шестнадцать человек выйдем сразу, то у нас будет за воскресный день ролика четыре. Пять. Это будет очень сильный уже толчок. Притом, видно по-разному, как мы говорим. И общее что-то есть. Ну что, все-то да. Ну, в общем, вот я смотрю ваши ролики, смотрю, и у меня рефлекторно вылетает, потому что я уже насмотрелся. Раз, и то, что вы уже говорили, просто рефлексом. А я в интернете встречаю там мои афоризмы. Часто люди пользуются. То в одном месте, то в другом. Тут один, интересно, вот так вот на днях. О, Игорь Тихонович, ой-ой-ой, да откуда вы? А я, наверное, посмотрел, кто такой-то? Да я же казак, казак. А он, мы были, наша ставка была первый год, когда далеко поехали. Шахта Ростовской области. И там нас принял Суворов. Батюшкин, друг священник Суворов. А это его родной брат. А это его племянник. Его сейчас избрали там атаманом. И вот он, разговаривали, мы с ним все как... Я говорю, а мы каждый день о вас молимся, о всех помогавших нам. Вот даже сроду не подумал бы, что встретишь человека. А которые заходят сюда, то меня Тихоном назовут, то еще как-то. Я говорю, да я ж подписан на ваш канал. Таких людей я могу назвать уже больше десяткой, которые здесь встретились. Я сегодня вот общался с человеком, он знает ваш канал, он говорит, жесткий мужик, Игнать Тихо. Пожалуйста. Но я не любвист, по крайней мере, не любвист и не подкаблучник. Тогда был Степаненко здесь и говорит, настоящий мужик с большой буквы. А я никогда об этом не думаю. Я просто молюсь и походу гляжу, как с кем разговаривать. Если он начинает наглеть, я начинаю печатать тогда. Ну что, ребята, если не что-то, расход не жду от вас. Но еще... Работает над каким-то пакетом. Не переходить на другую, пока эту не закончите. И обязательно напишите, чтобы буквы были. Но с прежним не соединяйте вместе никак. Я не разберу тогда, что мне брать-то. Расскажите, как кто еще сходил-то в рулетку. Так вы тогда увидите, когда будет. Вам будет видно? Нет, я друг... Я не скажу, я читал слово Иоанна Златоуста на русском языке. Ну вот, когда на воскресенье, на Пасху читают. Вот я читал так с поражением, все, и мне этого достаточно было. Два очень хороших беседы, две получил. Да, хватах. Я на американца попал. Это Анатолий. Да. Он где-то полчаса разговаривали. Ну, в английском-то я, так, более-менее... Вы их на наши ресурсы отсылаете, на наши ресурсы, чтобы, когда мы разойдемся, чтобы у него была пища. Вот вы здесь... А вот там вообще в чат-рулетке есть, куда текст можно скинуть, ссылки? Зачем? Я в скайпе вам скину. Конечно, есть. Я в скайпе скину вам. Есть, есть. Анатолий, есть там? Есть, но она пропадает, когда ты переходишь на другого. Да. А я, кажется, вообще не по той ссылке, что ли, чат-рулет.ком. Наверное, точка ру надо, да? Почему у меня американец попал? Да, ты в другую попал. Чат-рулетку, в другую. Понял. Их там 96, кажется. 96 было разных. А мы по-разному прошли. Япония, Гватемала, Аргентина, Испания, Израиль. Все одинаково. Те же самые люди. Блудилище. Огромное страшное блудилище. И все матершинники. Сквернословы. Но если Бога нет, то сатана полностью овладевает и языком, и глазами походливыми. И непрерывная ложь, обман. Библия есть? Да, Библия есть. Я говорю, я уже знаю, где она у вас. А где она? У бабушки за стеной. Но бабушка спит, ее трогать нельзя. Засмеялся. А я так и хотел сказать, говорит. А она у Кураева на полочке стоит. И он ее только берет и целует. Прости, Господи. У меня есть. Ну, покажи. Она притащила. Написано, геометрия. Братья, я отхожу. А мне сегодня показали. А, ну все тогда. По делам расходимся. В шесть часов-то сейчас занятия будут. Помолимся? Помолимся. Поблагодарим? Обязательно. Пусть там Олег помолится. А ты не сиди, когда молятся-то. Все сидишь, как яговист. Виталик. Я жду, кто будет-то. Да тебе еще кто-то. Кто будет молиться-то? Стой уже, что ты ложишься-то? Я сказал, а там Олег, кажется, бушил, а то пускай помолится. Нету, там еще кто-то сегодня есть. Пурашки. Ну раз нету, тогда Анатолий, давай молись. Благодари. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благодарим Тебя, что Ты собрал нас в этот воскресный день и что позволил нам благовествовать Слово Твое Святое не только на русском языке, но и на английском. Господи Боже, позволь нам обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою, чтобы нам жить в согласии с Твоей волею, исполнять заповеди Твои святые и нести Слово Твое Святое всем людям, с кем мы встречаемся во всякое время и на всяком месте. Господи Боже, хвала Тебе за все, что Ты приносишь каждый день. Ты учишь нас бесконечно и нет конца Твоим благам. Господи Боже, хвала Тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, если я не нужен, отхожу. Давайте, я жду от Вас новые вопросы-ответы. А Илья-то этот Вичкутов-то и куда делся, и нету. Нету пока ответа никакого от него. Ждем. Ждем. Вроде он вызывался. Вы говорили, что он очень желает, им что-то нету, болеет или что. Отошел. Я думаю, что вы пришли на счет полуста и других, потому что люди вытворяли. Господь Бог, Твоя леса, небо и землю, дал человеку свободу. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...